здравствуйте друзья хотел при свете дня поговорить по поводу там некоторых аспектов того что я видел вчера на мероприятии где собирались люди потерявшие работу айтишники их там было человек на 120 и такие очень профессиональный народ половина из них тестирование работала вторая план там программисты project-менеджеры по 20 лет там опыты и не были они уже там такие все старые хотя были постарше тоже но в общем то были такие 35 40 там 45 но вот таки много и меня спрашивают миша как же так ты рассказываешь что людей не хватает так что острый дефицит и так далее так далее а пожалуйста вот толпы народу ходят и я говорил повторю что треть из них значит без работы до полугода еще треть от полугода до года и еще треть примерно порвну так они я спросил больше года и как же так вот это толпы щек тоже не мешает пойти найти работу вот это и там был очень интересно значит я сейчас объясню что там произошло и не там на рынке что происходит потому что мне говорят как же так вот там тестер пять лет не может найти работу не поеду я в кремниевую долину там зачем такое место ехать а можете вообще в америку что происходит есть люди которые работают и как бы у них так вот годик прошел чуть новенькая подхватил еще годик прошел еще чет подхватил и вот там скажу он пять лет проработал и он такой синер что прямо от него аж искры летят во все стороны понимаете он там несколько языков программирования он уже там 140 там 130 тысяч получает тестер я имею в виду тестировщик и такой прям крутизна я не знаю чего а есть другая другой сценарий вот он нашел нашел какую-то работу ну сидит там на этой работе он может там и пять лет просидеть а можете 15 тоже полно такого вот скажем как большая компания оракул какой-то там не полно народу 15-20 лет просидят пока их выгонят но не выгонят сокращение какой-то не то что он там провинился нет и дальше получается такая история человек это у меня 15 лет опыта я получал там скажем 130 140 тысяч и это ток что ну вот это моя цена как бы до рыночная почему я должен меньше то а он за эти 15 лет в силу того что в одном месте работал он как бы не рос вот так интенсивно как люди обычно растут когда они там с проекта на проект с компанией в компании ну как-то периодически движется большие в одной компании можно двигаться тоже вполне так вот но не у всех получается так короче человек говорит но мне положено вот столько а когда он выходит на рынок и на рынке он сравнивается с другими людьми и это уже не в его компании и не с его менеджером на рынке вдруг выясняется что его рыночная цена примерно вот равна там допустим человеку который может быть там всего пару лет ты поработал там в частности вот рекрут рекрутер который участвовал в мероприятии отвечая на вопрос о том что какого размера должно быть резюме что там надо написать и тогда он говорит ребята больше полутора страниц ведь не нужно даже это 20 лет проработал не нужно больше полутора страниц но кто будет читать и кроме того то что ты делал 10 лет назад и больше вообще никого не может интересовать сегодня это это умерло поэтому общую идею дал там одну там строчку написал и дальше пошел ну кого интересует это правда поэтому ты можешь поработать 15 лет или 20 лет но если вот существенно то что ты делал там последние три-четыре года то человек который это же самое делал последние там три-четыре года от тебя не отличается ничем кроме того что может быть он согласен на меньшие деньги и у него нет ощущения что все ему должны то есть как во всех отношениях чек более более привлекательный они сидят годами и продолжительное время сидят они получают там какой-то unemployment это небольшие деньги там может быть не знаю сколько там пару тысяч больше где-то две но не хоть не хочу лишь не быть но немного по сравнению с зарплатами инженера это немного вот и собственно наверно у них там как сказать туфли не жмут то есть есть там допустим кто-то в семье кто зарабатывает или есть сбережения какие-то там был дядька один лет 50 такой грузный проект менеджером работал и он значит я буду давай вот как ты ответишь на вопрос там такой то и он начинает а вопрос был о зарплате и он как-то начинает игры какие-то играть я бы послушай говоря почему игры я тебя спрашиваю сколько ты хочешь ты чего не знаешь он год но поймите же говорит он один и тот же человек может в одной компании получить вдвое больше чем другой я гну ну так вот я как есть такое выражение по-английски идиома такая тесте на 3 motors motors это как бы искать глубину как бы то там измерять потом тестирует как бы так рынок как бы вот тут там здесь я бы послушай бы вот здесь треть треть людей которые здесь же сидят в этой комнате они уже больше года не работаю как какой water то он тестирует я понимаю ты работаешь где-то думаешь может быть где-то больше дадут или там что-то его ты начинаешь выходишь на рынок начинаешь играть какие-то игры тут спросил там спросил там вот тестирую на здоровье а если ты уже год без работы я бы чё ты тестируешь то можете поработать уже пойти он говорит вот не говорите так говорит он в кремниевой долине есть много людей которые могут и два года быть без работы и все равно тестировать этот самый water это зависит от тех ресурсов которые вы значит накопили конечно господи я могу конечно родной ну конечно если тебе это опять тебе не припекает и ты хочешь себя ерундой всякой занимаешься вот и конечно думаю мы же о другом а мероприятие это было собрано организации которая помогает тем кто работу потерял найти работу а ему не надо работал тестирует там этот свой water и вот он ходит их много таких сидит женщина такая бангалорского такого профиля и значит мы с ней начинаем какой-то разговор тоже рекрутерах речь идет я буду давай бы я говорю о том что надо сделать себя удобным для того чтобы люди с тобой могли работать вот накопи крута звонить тебе спрашиваться сколько ты зарабатывали сколько какой тяре из коп ты хочешь она ну при откликты обстоятельствах не надо обстоятельств и гускуха ты хочешь но я рекрутер уме нет для тебя работы уже высота с этой суммой денег я я тебя должен отправить в компанию я хочу знать в эту компанию слать а в эту слать авто слогkkeне посох nord의 хочешь а ты какую-то разговор начинается уже сказали смеются я говорю не ну все-таки ну давай назови какую-то ну в чем она говорит ну в принципе говорит вот 70 75 будет она я бы хорошо го если контракт говорю я думаю что она готова и там за 70 75 тысяч работать она говорит так это и есть контракт она говорит 70 75 долларов в час то есть там грубо 140 150 тысяч год а там общая тема такая была вот по этой аудитории что они уже все с опытом но не знают автоматизации не знают программирование и когда их ну как бы опрашивают или там звонят и на интервью приглашать все говорят а где же автоматизация где же языки программирования они курсы берут а курсы не нужны никому какие курсы когда опыт нужен и вот в общем вот эта вот тема она там все время витала и вот у нее нету ничего такого тоже быть курс каких берет но во всяком случае она хочет 70 75 долларов в час я его послушай когда тестер тестировщик получает 140 150 тысяч в год вот как ты хочешь его интервью ирует примерно так же как интервью и программиста его не интервью ирует иначе то есть ему дают те же задачки там по программированию и он должен писать код как программист пишет это же программистская зарплата наверное она получала вот она у нее там уже 20 лет опыта она наверно получала эти деньги но вопрос чем она вышла на рынок она хочет получать зарплату программиста а не тянет не не то что там на программиста на 150 тысяч на 150 тысяч программист это человек с пятью годами опытов программировать а у Вот она сидит, и вид у нее такой, знаете, человека, который осознает свою значимость. Она вот так сидит, она не просто так сидит. Вот, и ты понимаешь, что перед тобой такая крупного масштаба фигура, а там ничего нет. И, значит, что получается? Человек приходит, опыта много, лет, лет опыта много, денег он хочет уже много, даже если он согласен на немного денег, то все равно люди, которые его нанимают, они не чувствуют себя комфортабельно, потому что они понимают, что вот этому надо бы вот столько, может он там готов унизиться или там понизить свой уровень притязания, все такое. Ну, а кому хочется иметь дело с человеком, который там не хэппи, понимаете, он вынужден соглашаться на что-то, что не соответствует его уровню. С каким лицом он согласится? И вот, да, и вот картинка такая. У нас, например, нет проблем с тем, чтобы выпускник там портного компьютерского нашел себе там какую-то работу срочным тестированием. Ну, то есть нет такой проблем, полно работы, где ручное тестируй. А у этих людей это проблема, потому что когда ты идешь там на 30 долларов в час, никто от тебя не ожидает, что ты умеешь кодировать, и ты какую-то там автоматизацию делаешь или что-то. И даже на 40 долларов в час никто ничего такого не ожидает. Ну, может быть, там по чуть-чуть. То есть, скажем, на 40 долларов в час это ты хорошо делаешь, вот, скажем, ручное тестируй, уже получше. А так, чтобы вот, если у тебя уже 5 лет опыта, а ты за эти 5 лет опыта так и не ушел от того, чтобы ты был сразу из школы, ну, не сразу из школы, поработал. Полгода-год. Вот что полгода-год прошли, что 5 лет прошли, а ты там же. Получается, что в момент смены места работы, пока ты сидишь, ты сидишь, и тебе даже кажется, что ты хорошо сидишь. И все у тебя классно, ты не напрягаешься. У тебя семья, дети, друзья, увлечения, планы какие-то, еще там чего-то, еще чего-то. А то, что надо расти, а то, что тебя спросят потом, что же ты делал 5 лет-то. Да? Вот этой мысли нет. И на этом все заканчивается. У меня есть знакомый один, много-много лет назад, там, скажем, 25 лет назад. Он, мы тогда молодые были еще, переходил там с места работы одного на место работы другое. И вот рассказывает такую историю, что он где-то там год поработал. Его спрашивают, что ты там делал? И он рассказывает, говорит, ну, а что ты там, какой кусок ты, что ты написал? Говорит, вот это написал. И человек, который с ним рассказывал, он так к ней смотрит, говорит, что и все. И когда этот приятель мой вышел с этого интервью, он стал в голове рыться. Он не думал об этом, но стал в памяти рыться. Он говорит, да, там несколько раз менялись требования, техзадание менялось. Потом какой-то простой был, там еще что-то у них было. Короче, он за год написал код, который в нормальных обстоятельствах написал бы там за 3-4 месяца. И уже тогда, четверть века назад, он шел на интервью, и ему говоришь, и все. И он говорит, понимаешь, Миша, сказал он мне, я теперь понял, что если ты попал в обстоятельства, если ты попал в компанию, где вот такой бардак происходит, надо бежать оттуда, потому что ты потом выглядишь непрофессионально, и ты не представляешь такого интереса, как должен был бы представлять. Ты не даешь такой ценности, как бы рынку, которую мог бы давать, если бы приобрел за это время опыт. Нельзя стоять на месте. То есть, когда ты стоишь на месте, а работаешь в динамичной индустрии, то ты тебя откидывает назад, индустрия ушла, а ты так и остался там. Так что, я помню, в 60-е годы периодически вот были какие-то новости, как в каких-нибудь там джунглях, там Индонезии, или там еще где-нибудь, или в Сибири даже вот, находили каких-то людей, или там одного, или там семьями, которые то ли в Гражданскую войну, то ли в Вторую мировую, где-то они там прятались, и они не знали, что война закончилась, или там революция прошла, или там еще чего-то. Они вот там жили, и вот как-то выпали. Так, знаете, время ушло там, революция, коллективизация, голодомор, Великая Отечественная. Они там живут, и даже не знают, что происходит. Это не каждый день такое было, но периодически, вот надо же, говорит, вот, и газеты печатали в правде. Так вот, ты не хочешь быть вот таким? Если уже ты пошел в профессию, значит, ты должен двигаться с профессией. Отвечая на вопрос, как же так получается, что жор стоит на людей, а при этом вот там, мы приходим в комнату, там 120 человек, все с образованием профильным, много лет опыта, и не могут найти работу, потому что они ищут такую работу, которой для них нет. То есть они должны были бы искать работу по рыночной ценности, то есть там, скажем, два года опыта, а у них 15. И они говорят, как же, но у меня же 15. Ну это правда, вот, как бы, да? В одном месте написано 15, а в другом месте стоит как 2. И вот этот вот, тот диссонанс, который, значит, существует. Я думаю, что, может быть, многие из этих людей скажут, вот, сейчас как сделают какую-нибудь иммиграционную реформу, как перестанут пускать, как вот, понимаешь, чтобы иностранцы нашу работу забирали. При том, что, на самом деле, там белых было процентов, может быть, 30. Там было много индусов, и из Азии людей, и русских там сколько-то было. Вот. Ну, допустим, они были бы просто белые американцы. Но проблема их не в том, что им работы не хватает. Проблема их в том, что они абсолютно не соответствуют. Они ушли куда-то в сторону. И в какой-то параллельной цивилизации живут. И там им кажется, что вот они, вот, соответствуют чему-то. А вот на этом рынке не соответствуют. И я хочу сказать, что это специфическая фишка Кремниевой долины. Конечно, не соответствовать можно в любом месте. Но Кремниевая долина отличается от всей остальной Америки представлениями о том, что такое, там, скажем, нормальный сотрудник. Я это вижу, когда в онлайн-классе у меня народ со всей страны. Я могу сказать, что за пределами Кремниевой долины, вот тот рынок, который, скажем, в тестировании программного обеспечения, он такой, как вот тут было лет 10-15-20 назад. Ну, конечно, на Windows там 95 тут никто не работает, и даже 98. Но, во всяком случае, понимание, так сказать, понимание того, что такое сотрудник, отношение к делу, как бы уровень, там, энергии, который там вовлечен, то, что он постоянно, там, что-то такое растет, там, и так далее. Там гораздо спокойнее все. В общем, вот такое у меня впечатление. То есть, отвечая на вопрос, но если ты идешь в профессию, вывод мой такой, если ты идешь в профессию, ты в профессию идешь, а не, тут, я не знаю, по бульвару дефилировать. Понимаешь? И может показаться, что вот так пришел, там, курсик и закончил, там, интерншип, там, тебя София наша куда-нибудь закинула, или, там, с рынка работы получил, и все, и жизнь сделана. Понимаешь? Вот как вышла замуж за американца. Жизнь сделана. Или, там, приехал в Америку, жизнь сделана. Нет, нет. Начинается дальше какая-то другая игра, надо менять себя все равно под эти новые правила, новую реальность и так далее. Если ты не хочешь быть инженером, ну, так и не связывайся. Что же это? Быть инженером, это не просто так вот получить первую работу, и даже вторую. А им надо сначала быть, чтобы получать и третью, и четвертую, и пятую, чтобы тебя не выкидывало, и чтобы, вот, на плаву оставаться. Понимаете? Оставаться на плаву, это работа. И это то, на чем надо фокусироваться. И если ты не фокусируешься, если ты, как он надо сказать, enjoy life, да, то есть ничего не делая, а вот тебе нравится, знаете, там, общественная жизнь, там, что-то еще такое происходит, бесплатная столовая, тут у тебя там постирушки, там, ну, я, так, в сторону гугла тут рядом, так, шучу. Значит, так уже это не важно, что там был гугл. Понимаете, если для тебя главное постирушки и бесплатная столовая, ну, на этом все и закончится. В какой-то момент. Надо соответствовать, надо соответствовать гуглу по уровню знаний, а не по, допустим, доступу к постирушке бесплатной. Счастливо!